Всем привет дорогие подписчики и зрители канала Сместного Зарбаба, мы продолжаем проходить игру Satisfactory. Субтитры сделал DimaTorzok Космолифт, плюс еще сделали с вами парашют, научились так сказать им пользоваться. Ну и теперь у нас с вами стоит задача это запустить в космолифт 75 укрепленных пластин и 50 роторов. Все это будем с вами сделать, но в ручном режиме, то что не хватать будет. Так, кто-то изготовился? Отлично. Короче, сразу на 100%. Это круто. Но опять же это в третьем хабе. Значит нам нужно бы сейчас указать здесь 75 укрепленных пластин. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. 75 есть и 50 роторов. Круто. Круто. Я так думаю, сначала надо будет там с вами заняться сначала винтами. 2900. Это очень много, кстати, этих требуется. Стержней. Так, плюс еще заберем пластины. Ну, пластины почти уже готовы. Осталось только стержней. В принципе-то получается немного там. У меня, кстати, есть руда? Нет, у меня только медная руда. Железной у меня руды нет. Ну, возьмем сейчас на всякий случай железной руды. Чтоб если вдруг что, сразу начать производство. Ну и будем выходить с вами в угольную промышленность. Искать уголь. Надеюсь, он не слишком далеко здесь будет. Не хочу париться с поиском угля. Потому что надо будет еще потом париться с доставкой угля. Так, 1600 получится. Маловато. Давайте тогда сделаем из железных слитков железные прутья. Поехали. Отлично. Сделал я винты. У меня все прутья ушли. Просто пипец. Так, надеюсь, пластин уже будут готовы. Да, пластин хватает. Осталось только прутья. Прутья не хватает. Еще 75. Ну, я думаю, мы сейчас с вами возьмем железные руды. И быстренько опять сделаем. В принципе, осталось недолго. Ну, увидимся уже с вами, когда я закончу с пластинами, с роторами. Поехали. Ну что, все готово. Я все сделал. 75 пластин, 50 роторов. Давай сюда дело отправлять. Надеюсь, в этот раз добавили какую-нибудь анимацию по отправке. Значит, 75 пластин. И 50 роторов. Загрузка. И отправка. Во, есть анимация. Нифига себе. Вот это красота. Лифт поехал. Ху. Доставка пошла. Круто. Что-то как-то быстро. Он уже возвращается? Ну, я думаю, он скоро вернется, да? Для следующего, чтобы открыть пятый-шестой ранг, нам требуется 500 блочно-модульных каркасов и 150 моторов. Это делается из роторов и статоров, но до статоров требуется еще делать сталь. Все, вернулся с платформа. Давайте теперь смотреть, что у нас с вами открылось в тире. Первым делом, конечно, мы с вами будем развивать эту угольную промышленность. В этой серии, я думаю, мы с вами должны успеть. Значит, угольная энергия. Трактор, грузовая станция, угольный генератор, ну и, соответственно, поиск угля. Это выбираем основную с вами цель. Дальше. Оптимизация второго уровня. Транспортная лента второго уровня, где скорость у нее в два раза выше 160 единиц ресурсов в минуту. Ну и транспортная стойка тоже, кстати, очень удобная вещь. Можно строить многоэтажные этажи этих конвейеров. Это очень класс, мне нравится. Дальше. Медицинский ингалятор. Вот это, кстати, не было. В третьем тире. Можно вдохнуть, чтобы полностью восстановить здоровье. Да ладно. Вот это интересно. Один раз вдохнул и полностью восстановил здоровье. Круто. Тоже прикольная вещь. И филетовые осколки. Ага. Здорово. Что же в четвертом у нас с вами открылось? Производство Сталюс открывается в четвертом тире. Бурильщик второго уровня, который 120 единиц ресурсов в минуту добывает. Литейная. Получается как раз для производства стальных слитков. Сами стальные слитки. Стальные балки какие-то. Стальные трубы. Это какие-то укрепленные балки. Статор. Мотор. Тяжелый блочный модульный каркас. Круто. Улучшенный, кстати, ближний бой здесь есть. Пять слотов в инвентарь и ксенодубинка. Тяжелое оружие для ближнего боя и обороны. Бьющее электрошоком. Вот это вот круто. И оптимизация третьего уровня. Контейнеры для хранения. 48 мячей хранит. И конвейер третьего уровня. 270 единиц. Круто. Но. Все вот это производство мы с вами будем делать, когда я уже построю базу. Базу, скорее всего, я буду строить за кадром. А все остальное мы с вами начнем уже сейчас. Особенно угольную промышленность первым делом. Нынешняя цель наша с вами. Что-нибудь сюда можно будет положить? Опять требуются укрепленные железные пластины. Ротор. Проволока. И кабель. Значит, 25-25. Так, проволоку 200, наверное, я смогу добыть. Это не проблема вообще. Да, с нашими ресурсами сейчас проволока вообще не проблема. Вернее, кабель. А вот проволока, да, пока еще не особо сильно копится. Но все-таки уже хоть что-то есть. Сразу отправим. Чтобы она тут нам не висела. Кабель. А где еще сотка? Вот сотка. Отлично. Ну и дальше получается опять 25 роторов, 25 стали. 10, 20. Стали, говорю. Укрепленных пластин. И 25 роторов. Полторы тысячи винтов. Ну, винтов опять не хватает. Железный путь, в принципе, хватает. Но сейчас я буду делать винты, и у меня не хватит. Так, это пока дело я забираю. Стальные плиты есть. Это пока я тоже забираю. После того, как мы с вами делали, блин, столько ресурсов для космолифта. Сейчас это, по-моему, вообще фигня полная. Хотя, опять-таки, не хватит нам с вами железных прутьев. Потому что сейчас все уйдет на создание винтов. Но я постараюсь оставить 75. Но не ручаюсь. Не, по идее, должно остаться 75. Потому что там винтов было на полторы тысячи. Я столько делать, конечно же, не буду. Ну, давай, 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 давай. Серьезно? Блин, чуть-чуть не хватило, представляешь? Но я думаю, сейчас, пока мы с вами где-то дело крафтили, у нас по-любому появились. Да, все, замечательно. Вообще не парились. Все на изи. Все на изи. Отправляем, значит. А, что отправляем-то? Я еще их не сделал. Поехали делать. Отлично, все готово. Отправляем. Роторы. И укрепленные пластины. Здорово. Мне не хватило немножечко винтов. Но у меня, благо, были эти... ...в запасе пластины. Поэтому всего хватает. Сейчас, в принципе, быстренько сделаем. Потому что укрепленные пластины нам еще пригодятся. Ну и займемся поиском теперь угольного месторождения. Так, давайте, наверное, выйдем в какую-нибудь открытую местность. Маячок у меня, кстати, есть. Да, маячок у меня есть. Прекрасно. Ну, давай, покажи мне угольную промышленность. А, пупеть. Серьезно? 1400 километров! Вы издеваетесь! Ё-моё! Полторы тысячи километров! Ты представляешь? Полторы! Ёшки-матрёшки! Так, мне нужен трактор, друзья. Давайте закажем трактор. Без трактора вообще никуда. Дальше. Грузовая станция. Две потребуются. По электроэнергии два угольных генератора. Ну, и, соответственно, сам угледобытчик будет. Обалденно! Ты только это представь, а! Так, ну, бурильщик портативный-то я сейчас одного тут заберу. Без проблем вообще. 28 блочно-модульных каркасов. Забираем. Так, что у нас тут из списка? Осталось проволокам. Да, ещё маячки потребуются. Ё-моё! Вот это, конечно, я попал. Маяки. Ну, вот как раз-то маяки-то я сейчас сделаю. Максимально маяков я сделал. Так, и... Здесь пока всё в норме. Нужны, конечно, как всегда, сейчас будут... Прутья. И пластины. Так, ещё нужна будет проволока. Надо будто его там несколько. Бетон у меня есть, но на всякий случай надо будет взять ещё бетончиком. Мало ли, вдруг там будут прям какие-то конкретные проблемы. В принципе, в тракторе можно будет потом всё это дело создавать, если что-то не получится, не будет хватать. Но нужны будут обязательно ресурсы для этого. Опупеть. Не, ну тут вариантов нет. Либо нам с вами полностью базу перетаскивать, да? Возможно, там, возле месторождения этого угля, будет что-то. Тот же самый железо, кварц. Вернее, кварц, не кварц, а известняк, медь. Если да, то тогда мы отсюда с вами свалим. Поближе к углю. Как-то так. Посмотрим, в общем. Надо создать для начала трактор. На трактор не хватает. Окей. Значит, мне надо будет ещё, получается, 26 роторов. Сейчас надо будет их тут отметить. 10, 20. 26 роторов. И блочно-модульных каркасов. 28. Я, кстати, могу 2 сделать. Значит, 26. Так, дальше нужна будет укреплённая железная пластина. Ну тут 78, давайте, наверное, 80 закажем. Ну вот, прекрасно. Ну и смотрим. Да, куча железных прутьев, куча винтов. Опять же, железные пластины. Ну, много всего надо будет, друзья. Очень много. Так, это я заберу. Это я заберу. Окей. Что-то хоть что-то смогу создать, по-моему, да? Да, у меня есть железные слитки. Поехали. Ну что, я, наконец-то, всё сделал. Где-то минут 20 у меня всё дело ушло. Если кто будет спрашивать по поводу, почему я не ставлю все эти конструкторы, чтобы сразу делать в автомате, не хочу я здесь. Я хочу построить базу и потом уже всё это дело строить. Так, здесь надо будет снова с вами забрать ещё майнера. Рудокопа. Ну и давайте создавать первым делом трактор. Трактор есть. Теперь надо будет его сначала заправить. Надо будет сейчас взять биотопливо. Пока тут дело у меня... Энергия кончилась, топливо закончилось и всё. Пришлось заново заправлять всё это дело. Так, тебя возьмём. Тебя выложим. Вот. И у меня уже потом не хватит на заправку. То есть надо уже идти в угольную энергию. А угольная энергия очень далеко. Полторы тысячи километров. Соответственно, базу лучше строить возле угля. Плюс ко всему надо будет сейчас здесь заправить. Это раз. Где моё топливо? Плюс, наверное, сложим то, что нам может пригодиться. Я думаю, наверное, ещё можно будет взять цементом. Допустим, как-то так. Затем, значит, сюда сложим роторы. Нет, роторы вот сюда. Сюда у нас пойдёт майнер. Значит, дальше каркасы. Так, давай, наверное, ещё цемент. Проволоку можно будет ещё сложить. Так, всё остальное сейчас быстренько я переработаю, наверное. Захватим ещё немножко пластин. Во-первых, вот тут бетон можно будет взять. Это раз. Во-вторых, всё, что у нас тут есть, это два. Скоро у нас уже, кстати, забьётся склад по бетону. Но бетона потом ещё много потребуется для создания платформ, базы. Но это всё будет, как говорится, потом. Я думаю, более-менее нормально. Ну что, выдвигаемся с вами в поисках нового дома. Блин, не хотелось бы сейчас ночью ехать. Отлично. Так, теперь тебя загрузили. Теперь давай проволочку сложим. Ну и, в принципе, я готов к путешествию. Если что, то у нас есть возможность здесь создавать. Так, нет, стоп, начало... Ещё раз покажи мне уголь. Где-то примерно в той стороне это всё дело было, я помню. Кстати, а здесь же надо было нам с вами вскрыть. Точно. А для того, чтобы починить... Нам как раз роторы требуются. Блин, я прямо сейчас могу это дело починить, да? Правда, мне потом придётся заново создавать роторы. Ну, так себе перспектива. Ой, какая луна яркая. Ты только на это посмотри. Круто. Ночь классная. Ну, если что, мы сюда потом ещё вернёмся. Маячок есть. Я думаю, с вами не забудемся. Ну, вот опять всё потерялось. Тут главное бы сейчас теперь нормально найти дорогу. О, ещё слизень есть зелёный. Надо бы сейчас его взять. Не, его тут охраняют ребята мощные. Хотя, чё мощные-то? Давай, братья, мне нужен... Во-первых, мне нужен слизень. Во-вторых, мне нужны их панцири. Тихо. Отлично. Так, давайте, наверное, поедим. А то малые вдруг ещё где-нибудь встретим. Так, ну, показывай ещё раз, где уголь. Так, вообще, чё-то интересное нам охраняет. 900 метров. Это какой-то прям лес. 800 метров. Нельзя. Я думал, какая-то интересная вещь, но это не том. Так, 800 мет... О, стоп, там вода. Я не думаю, что у меня умеешь плавать. Хотя, конечно, не проверял, но... Лучше... Обезопасить наш трактор. Интересно, куда мы с вами сможем выехать-то. О, тут ещё здоровая пещера. Тут явно пауки. Так, ну, тут, наверное, ты переедешь, да? Да, вроде нормально. Так, надо понять, где опять у нас уголь. То ли сюда поехать. 500 метров в ту сторону вообще. И 500 сюда. Ну, ладно, давай тогда уже сюда. Да, опасное место. Очень опасное. 300 метров до угля. Ну, примерно, получается, где-то здесь будет у нас с вами находиться уголь. Ну, плат... Ух ты, какие там пауки-то. Ты на это только посмотри. Уголь просто будет опасный. Уголь просто будет опасный. 200 метров туда. 300 туда метров. 600 метров туда. Е-мое. Вот это тебе уголь. Давайте, наверное, сюда заедем, посмотрим сверхотуру вообще. Лес. Блин, я боюсь вылазить. У меня сейчас тут... Хотя, чё вылазить-то? Давай. Хочешь, давай. Нет? Так, до свидания. О, это, по-моему, другой. Обалденно. Всё, сдох. Фух, здоровый. А чё, у тебя взять нечего, что ли? Серьёзно? О, ягодки. Отлично подойдёт. Слышь? А, вот панцирь твой. Блин, потерял. Класс. С него прям аж целых три выпало панциря. Блин, а мы с вами ищем уголь. О, где-то там получается. Но это не дружная планета, однозначно. Вернее, вот эта вот часть вот этой планеты. А вот, получается, у нас с вами и уголь. Ты один здесь? Да, вроде бы один. Сдох. Красавчик, молодец. Так, срочно орехи. Да, ну всё, это получилось у нас с вами уголь. Обалденно. А, ну хорошо, уголь, допустим, с вами нашли. Это всё здорово. Так, ещё ягодки возьму. Это всё здорово. Но нам тогда нужно... Нужен плацдарм какой-то хороший для создания базы. Плюс ко всему ещё... Ух ты, да здесь прям водоём. Всё, конечно, круто. Возможно, вот это вот низ можно будет зацепить. Возможно. Ладно, давайте тогда ставим здесь маяк, что здесь есть. Опа. Опа, друг, ты кто такой? Чтобы погладить... Кого? Кого погладить? Стой, друг. Нажмите Е. Пёсоящер. Пёсоящер. Ладно, пёсоящер. Живи. Так, что это у нас? О, известняк, но это его маловато. Здесь, к сожалению, это не залежи известняка, да. Просто одна небольшая маленькая глыба. Ну ладно, пока для начала мы с вами нашли уголь. Это хорошо. Давайте всё-таки ставить там маяк. Пока я его тут не потерял. Ты не известняк? Да, вроде нет. Так, ну это опять известняк, но он... Не залежи. Стоп, а где мой трактор-то? Далеко я убежал от трактора. Ты кто такой? Что за пеликан? Не, ну листи мне не нужны. В общем, давайте ставить тогда здесь... О, ё-моё. Ещё один прибыл. Так, маяк. Отлично. Пишем уголь. Окей, уголь есть. Хорошо. Где здесь есть железо? 300 метров туда, 400 туда, 1000 метров туда. Ага, 400 туда, 300 туда. Допустим. 300 туда. А есть ли там у нас с вами медь? 500. Там 300. Так, подожди, по-моему, где-то в той стороне было железо. Да, 400 метров туда железо. Хорошо. Вот это мне нравится уже больше. 300 метров медь, 400 железо. Интересно, а есть ли там известняк? Да, в принципе, там всё рядышком, друзья. В общем, мы с вами примерно там и будем строиться. Надо бы только... Указать опять железная руда. И вперёд. Что-то игра фрезит. 300 метров. Куда-то туда, да? Да. 200 метров. Ещё раз железная руда. Медная руда. И известняк. Да, вот получается где-то туда нам с вами ехать. Так, а могу я здесь нормально спуститься-то? Вот это местность. Тихо. Чё-то не хочет. Давай, давай, давай. Красавчик. Да нет, тут вообще не проедешь. Блин. Вот это вот, конечно, проблема. Уголь здесь далеко. Ресурсы вроде я нашёл подходящие. Ну вот, как спуститься вниз? Вопрос. Ну, скорее всего, так же вот съезжать вот здесь вот. Блин, а там пауки. Интересно, какое-то место непонятное. Так, ну известняк я нашёл. Я вот уже вижу известняк. Надо бы только сейчас его тут этот... Так, это мелкий, по-моему. Ты куда поплыл? Иди сюда. Обиделся. Да, возьми ты панцирь, ну. Алё. Панцирь возьми. Чёрт. Серьёзно? Не, он хочет добывать известняк. Ну, хочет и хочет. Ладно, известняк есть, допустим, вот здесь. Хорошо. Где тогда нам с вами... Брать железо с меню? Давайте смотреть. Так, 170 метров туда получается. Так, ставим тогда здесь маячок. Известняк. Окей. Эээ, не то. Известняк есть. Хорошо. Теперь железо и медь. Медь получается где-то там, да? А, вот медь. Ага. Всё, медь примерно я нашёл. И железо. Железо вон. Окей. Едем туда. Железо здесь. А медь где-то здесь, да? А, вон, медь охраняется. Я понял. Ещё и паук здесь бегает. Зараза. Тихо, тихо, тихо. Ну ладно же, переехал. Ну только не застревай, пожалуйста. Ага. Сейчас. Ты смотри, а. Вот зараза. А могу я тебя сбить? Здоровья, кстати, тратится. Ух ты, ёшки-матрёшки. Слышь. Слышь. Мом, походу, застрял, да? Он ещё и прыгает. Тварь. Тут ещё и рыба есть. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Слышь. Слезь с меня, драндулет сраный. Он здесь застрял. Ты мне так сломаешь трактору, пырь. Да неужели ты сдох? Тварёныш. Ну тебе, сволочь. Ну тебе, сволочь. На, на. Получай. Чё с тебя ничего взять-то нельзя? Слышь. Отлично. Это тот, который тут у нас недалеко тут лазил. Так, мне нужны мои орехи. Мы с вами ещё не закончили экспедицию. Надо будет нам везде пометить наши маячки. Где у нас уголь, железо и медь. В принципе, почти всё нашли уже. Осталось только железом пометить и медь. Так, ну ещё вот от этих вот созданий избавиться. Да ё-моё. Ты серьёзно, что ли? Да, зараза. Сдохни. Есть, отлично. Фух. Всё, медь есть. Здорово. Живём. Значит, ставим маячок. У меня так уже все маячки сейчас закончатся. Медь. Всё, осталось только найти этот, где находится у нас с вами железо. Сейчас пометим в этой серии. Ну и, в принципе, будем уже заканчивать. Она такая вышла прямо у нас с вами насыщенная. И путешествия, и бои. И, скорее всего, будет место новой дислокации у нас с вами. Так, ну железо примерно я запомнил где. Я как раз недалеко от него тут. В принципе-то и мотался от этого железом. Интересно, а можно будет строить это всё дело на воде? Все эти платформы? Если да, то будет здорово. Так, а ты у нас кто? Так, вас там, по-моему, слишком много. Четыре штуки это очень много. Ты уголь? Обалдеть, здесь уголь есть. Серьёзно? Круто. Так, ну мне нужно железо. Железо наверху получается. Поехали. Тут у них ещё и уголь есть. Вообще классно. То есть нам тут уголь нафиг, по идее, не нужен будет. Здорово. Живая? Живая. Отлично. А то я думал, сейчас ещё птичку собью. Железо. Ну смотри, ресурсы прямо здесь есть. Осталось только нормальное место выбрать для базы и всё. Железо. Ну, железо, скорее всего, вот эти вот ребята охраняют. Ну-ка, где моё железо? Да. Ну, я надеюсь, что я здесь смогу забраться. Ну, иди сюда. Отлично. Не, ещё один летает. Ещё один летает. Пойдёт. Всё. Железо есть, всё есть. Ресурсы есть, дорогие друзья. Просто здорово. Я сейчас здесь тоже поставлю, на всякий случай. Маячок. И плюс здесь ещё есть, недалеко получается у нас с вами уголь. Круто. Замечательно. Так, маячки у меня закончились. Да, и надо будет, конечно, искать плацдаром, где всё это дело нам с вами тут строиться, развиваться. Если получится на воде поставить всё это дело, то будет круто. Ладно, в общем, попробую за кадром всё это сделать. Возможно, я уже за кадром буду строить базу. Мы сюда, в принципе, переедем с вами. Всё я здесь сделаю за кадром. И уже дальше будем с вами развиваться и открывать следующие тиры. Так что на сегодня всё. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, вступайте в группу ВКонтакте. Все ссылочки под видео. С вами был Зарбабай. Спасибо за просмотр. Увидимся в следующих прохождениях. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok